Еще раз приветствую, братья и сестры. Вот такие плоды у этого лагеря, плоды того, что нам Бог заботился о нас, о нас давал все необходимое, и вот поэтому такие благословенные плоды. Он дал нам отдых, дал спорт, дал развлечение, дал хорошую еду, и, конечно, он дал нам и духовную пищу. И мы в лагере, основная тема нашего лагеря, это была книга Ионы. То есть мы брали оттуда истины, как-то вот размышляли о них, а параллельно у нас еще были библейские уроки. И вот на библейских уроках мы читали Евангелие от Марка. У нас было восемь полноценных дней, и под две главы в день мы прочитывали, и вот золотые стихи, которые дети говорили, это вот такие основные моменты из вот этих вот, из каждой, из двух глав, которая приходилась на день. Почему вот две такие книги, то есть книга Ионы и Евангелие от Марка? Потому что книга Ионы, это книга о путешествии, о путешествии, которое было вот проводником доброты Божьей, когда Бог через Иону проявил свою милость, свое прощение к людям в Неневе. А Евангелие от Марка – это тоже книга о путешествии, потому что Христос тоже совершил путешествие, только Он гораздо большее путешествие совершил, Он с небес пришел на землю, и тоже через него Бог свою милость, свою доброту и свое прощение дал. Вот мы эти две книги изучали. И я прочитаю сейчас из Евангелия от Марка, вот последний золотой стих, который был у нас на уроках. Марка, 16 глава, 15-16 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Это вот прощальные слова Иисуса Христа перед тем, как Он вознесся на небо. Это очень сильные слова, это очень важные слова. И их называют великим поручением. Эти слова, они через всех евангелистов открыты. Матфей, Марк, Лука, они их записали явно, записали в контексте последних беседований Иисуса Христа со своими учениками. У Иоанна эти слова, они записаны как итог его Евангелия, когда он подводит итог. Мы все эти места вспомним сегодня. И хотя вот они записаны разными словами, если сравнить, но они все об одном. Они гармонируют друг с другом, они дополняют друг друга. Почему разными словами? Потому что каждый евангелист писал для своих читателей. То есть они знали, кому вот эти послания адресованы, и поэтому они, вот исходя из вот этих людей, кому адресовано, вот разные слова использовали. Но все они об одном. Они все гармонируют, дополняют, и все открывают одну и ту же истину. Из всех четырех Евангелий прочитаем, и когда вот будем читать в контексте сегодняшнего детского служения, будем вот особенно выделять, что же из вот этих истин относится к детям. Итак, вот у Марка записано. Марка 16, 15-16 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Матвей так записал. 28-я глава с 18-го стиха. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот, я с вами во все дни до скончания века. У Луки записано. 24-я глава, 46-го стиха. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. И у Иоанна написано в 20-й главе, 31-й стих. Это же написано, «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». И вот из этих четырех мест, где дано вот это великое порчение Иисуса Христа, мы несколько фактов выделим. И первый факт, который мы выделим, он для апостола был неожиданным. Для нас это очень радостный факт, но для апостола он был неожиданным, потому что они были евреи, и они ожидали, что все Божьи благословения, они будут именно для евреев. Но Бог свою милость расширил на весь мир. То есть Его милость, Его прощение, оно открыто для всех людей. У Марка написано, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари», то есть всем людям. Матфей пишет, «Научите все народы». У Луки записано, «Проповедану быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах». И Иоанн тоже обращается к своим читателям. «Это же написано, дабы вы уверовали». То есть каждый, кто откроет Евангелие и будет читать эти слова, то есть они к нему обращены. Земля разделена между народами. И так устроено со времен Вавилонской башни. То есть все человечество разделено на народы. И так будет до второго пришествия Иисуса Христа. И вот когда Антихрист объединит все народы, все языки под своей властью, вот тогда Христос и придет. И тогда закончится современная земная история. И Иисус придет во второй раз, придет во славе, на облаках. Он поразит Антихриста и будет править в Тысячелетнем Царстве. Но его поручение уже сейчас для всех народов открыто. Независимо от расы, от возраста, от положения человека, от образования. Неважно, кто ты был, белорус или китаец, рабочий или министр, то вот если ты покаялся перед Иисусом Христом, если ты веруешь на Его, если ты крестился, то ты уже христианин. И вот это все несравненно выше. Всего того, кем ты был до этого в этом мире. В послании Колоссянам записано 3 глава, 11 стих. Нет ни Елена, ни Иудея, ни Обризания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба Свободного, но все и во всем Христос. Это вот такая истина, взрослым, взрослые люди проще ее понять, детям тяжелее понять, потому что дети, они еще находятся вот в развитии. И для того, чтобы они развивались, чтобы вот они познавали мир, им нужно понимать свое место в этом мире. То есть им нужно понимать свою и расу, и национальность, и социальное положение, потому что от этого многое зависит. И вот ребенку все это нужно знать, чтобы жить в этом мире. Но вместе с тем, когда мы учим чему-то детей, то вот обязательно нужно давать вот эту твердую и ясную истину, что быть верующим, быть христианином, быть в церкви, это гораздо выше, несравненно выше и лучше любого другого положения и состояния в этом мире. Потому что и хорошее место жительства, это хорошо, и образование хорошо, и статус какой-то в обществе тоже хорошо. И все это неплохо иметь. Но вот принять Иисуса Господом и стать христианином, вот на самом деле вот это бесценное приобретение. И это приобретение открыто для всех людей, потому что Евангелие и спасение обращено ко всем людям и ко всем народам. Вторая истина, которая вот открыта в Великом поручении, у Марка так записано, проповедуйте Евангелие. То есть Марк обращается к людям и говорит, проповедуйте Евангелие. Что такое Евангелие? Мы знаем, что это значит добрая весть, благая весть, но буквально вот это слово греческое, оно обозначает награду или благодарственную жертву за добрую весть. И Марк использует это слово, почему? Потому что он обращается к римской церкви. То есть он пишет людям, которые жили в самом центре римской культуры. И он использует образ и слово, и понятие для них уже знакомое. Для них, они понимали, что это означает. Вот сейчас христиане за многие века, они наполнили слово Евангелие таким содержанием, что это весть об Иисусе Христе. Но до этого слово Евангелие означало весть о императоре. Римский император, начиная с Августа Октавиана, почитался как Бог. Его почитали живым Богом. И, соответственно, строились храмы, приносились жертвы, было почитание божественное. И вот когда императоры сменялись, сменяли друг друга, или когда они какие-то победы совершали, или же какие-то другие важные события в их жизни происходили, то вот эти вот новости, это были не просто новости, а это были добрые вести. Или вот как по-гречески это звучит, это было Евангелие. И вот эти новости, они населением, подданными императора, должны были восприниматься с благоговением, с трепетом, с поклонением, с приношением жертв. Вот что означало Евангелие. И поэтому, когда Марк римлянам в римскую церковь пишет послание, пишет историю жизни Иисуса Христа, и когда он пишет вот это слово Евангелие, то римляне понимали, что же, как же нужно поступать, когда вот эта весть пришла к нему. Какое же содержание этой вести? Что же должен услышать человек, чтобы принять это с трепетом, с благоговением, с поклонением? Это описание земной жизни нашего Спасителя. Все, что нам известно о Христе, это и есть Евангелие. Марк именно так и начинает свою книгу. Первый стих, первые главы. Начало Евангелия Иисуса Христа. И все, что дальше написано, это и есть Евангелие. То есть все факты его жизни, все его дела, все его слова, это и есть Евангелие. И оно обширно. Хотя вот у Марка это на самом деле самое краткое Евангелие, оно уже обширно. А в совокупности все четыре Евангелия это очень большая информация. И, конечно, даже не все верующие люди могут знать наизусть все дела и все слова Иисуса Христа. Но есть сердце Евангелия, есть самая важная истина, которую вот точно нужно знать и которая принимается верой. И эта вера есть спасительная вера. Марк вот эту вот истину, вот это вот сердце Евангелия, он открывает через контекст 16 главы. Вот если мы посмотрим на эту главу, она совсем небольшая, то в ней три раза звучит слово «не поверили». Я вот по порядку прочитаю эти места. 16 глава с 9 по 11 стих «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Следующие стихи 12-13 «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возрестили прочим, но им не поверили». И 14 стих «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видящим его воскресшего не поверили». То есть вот это суть Евангелия, то есть это сердце Евангелия, самая главная истина в Евангелии – верить, что Иисус Христос воскрес. Поэтому, когда мы читаем дальше вот эти стихи 15-16 «И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кто будет веровать, во что веровать?» То есть вот в это сердце Евангелия. Это самое первое, что должен поверить человек. То, что Христос умер за грехи и воскрес. Вот это вот сердце Евангелия. Помните пасхальное приветствие христианское? Что мы говорим друг другу? Христос воскрес и отвечаем «Воистину воскрес». Вот это вот сердце Евангелия. Марка 8-31 «И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть». И записано, как Иисус три раза в разное время, в разных местах учил учеников вот этой истине. Так вот и детей надо учить, потому что это сердце Евангелия. И если дети что-то не будут знать про Иосифа или про Давида, это никак не помешает их спасению. Но если они не будут знать вот этой истины, что Христос воскрес, если они не будут понимать вот это сердце Евангелия, то у них нет ни одного шанса для спасения. Ни одного шанса. Потому что это сердце Евангелия. Точно так же и любому взрослому человеку нужно понимать и знать и верить в это. Когда-то взрослые люди в коринфской церкви, они запутались и неправильно расставили приоритеты в своей вере. И вот тогда Павел, Дух Святой через Павла напомнил им, что же самое важное, что же самое первое должно быть в вере. Первое послание Коринфянам, 15 глава с первого стиха читаю. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально, то есть самым первым, первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Это вот сердце Евангелия. И третий факт, который мы возьмем, третью истину, которую мы вот увидим в великом поручении, Марка 16,16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Почему так? Потому что Евангелие это не то предложение, от которого можно отказаться, или как-то сказать, что я подумаю. Нет, на самом деле это не предложение, это великая милость, и это единственный шанс спастись, это единственный шанс обрести вот это спасение. Потому что на самом деле положение человека, это как у человека, стоящего на краю пропасти. Он заглядывает туда, там темнота, он не видит, что же будет дальше. Так и человек, когда живет в жизни, он не знает, что будет в следующий день, даже что будет через час. Но человек тешит себя надеждой, что может быть, что-то и неплохо будет. Может быть, эта темнота не совсем глубокая, и даже если я там придется сделать этот шаг в неизвестность, может быть, и как-то так повезет, и все будет не самое худшее. Так вот истина в том, что на дне этой пропасти ад. И когда жизнь заканчивается без веры, без спасения, без Христа, то на дне этой пропасти ждут только мучения, только ужас, только плач, и только скрежет зубовный. Но вот кто примет Христово спасение, кто примет Евангелие, кто обретет вот эту спасительную веру, тот, только тот будет иметь вечное блаженство. и написано в книге Откровения, 21 главе, «И отрет Бог всякую слезу сочей, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». То есть, вот Христос в своем великом поручении открывает вот эту истину, что для человека есть только две судьбы, нету никаких других вариантов, только две судьбы, или рай, или ад. И у человека есть реальный выбор. Это самый важный выбор, единственный выбор, самый главный выбор в жизни человека. И он действительно есть для каждого человека. Хотя есть истина и о предопределении, но тем не менее, этот выбор есть. Это реальная возможность принять спасение, реальный шанс обратиться к Иисусу, покаяться перед Ним и получить вот это спасение, получить спасительную веру. Этот выбор есть, как и есть ответственность за этот выбор. Написано в Евангелии от Иоанна в 12 главе 46 стиха слова Христа записаны. «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот по великой Божьей милости дети, они, пока они еще не достигли юности, и даже если они умрут без покаяния, даже если они умрут без веры в Иисуса Христа, до юности они будут в раю, то есть они попадают в рай. Это великая Божья милость. Но забота о детях, настоящая забота о детях должна быть такая, что даже вот в любом возрасте им нужно объяснять и рассказывать о том, что им предстоит когда-то совершить самый главный выбор в своей жизни, принять самое важное решение, и чтобы они понимали важность этого выбора. Потому что, когда они достигнут юности, то уже вся ответственность за это решение будет на них. Если их готовить к этому, то им будет это решение проще принять, они будут подготовлены. Если они будут в неведении, то им будет гораздо сложнее. Потому что сам Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот три такие важнейших истин и важнейшие факты из вот этого великого поручения. Напомню их. Конечно, их больше в этом поручении, но вот сегодня вот этих три мы возьмем. Первое. Что должны понимать дети и взрослые, конечно, тоже. Первое. Ясно и твердо знать, что быть христианином, быть в церкви, это несравненно выше и ценнее, чем любое положение в этом мире. Вторая истина. Знать сердце Евангелия, знать, что Христос умер за грехи, был погребен и в третий день воскрес. И третья истина. Реальный выбор. Самый важный и ответственный выбор в жизни. Принять веру Иисуса Христа как личного спасителя и креститься. Вот такие три истины. Слава Иисусу за них. Давайте мы встанем и давайте мы помолимся, чтобы у наших детей было вот именно так. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск улица Горецкого дом 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова